Насосная система пчелы очень проста. Сердце в виде тонкой пульсирующей трубки и единственный длинный сосуд аорта. Сердце играет роль насоса, накачивающего кровь из брюшка в голову. Дыхательная система состоит из больших воздушных мешков в голове, груди и брюшке и отходящих от них трубочек трахеи. Трахеи, разветвляясь густой сетью, переходят в тончайшие капилляры трахеола, которые пронизывают все ткани, доставляя клеткам кислород и удаляя из них углекислоту. В нервной системе пчелы различают центральную, состоящую из надглоточного узла или головного мозга, подглоточного узла и брюшной нервной цепочки. Головной мозг центр нервной системы и по своей функции он сходен с мозгом позвоночных. Подглоточный узел связан с верхней и нижней челюстями, а также с нижней губой. В брюшной нервной цепочке выделяются грудные узлы, иннервирующие ножки и крылья, и брюшные, обеспечивающие соответствующие части брюшка. Вся система нервов, связанных с органами чувств, называется периферической. Симпатическая и регулирует деятельность сердца, трахеи, дыхалиц, пищеварительных и половых органов. Все органы чувств, о которых мы говорили, связаны с нервной системой. Глаза позволяют ориентироваться в пространстве. Абоняние служит одним из важных средств отыскания корма. Хорошо развито у пчел и чувство времени. Они усиленно посещают медоносы именно в те часы, когда обильно выделяется нектар. И наоборот, не прилетает во время слабого нектаровыделения. Проверим это на опыте. Приучим пчел брать корм в строго определенное время, ежедневно от 10 до 12 часов. пчелы все равно прилетят сюда в положенный час. и только их здесь не будет. Через 3-4 дня после спаривания матка начинает откладывать яйца. из оплодотворенных яиц развиваются самки, рабочие пчелы и матки. Из неоплодотворенных самцы трудные. Эмбриональное развитие зародыша всех особей пчелиной семьи протекает на протяжении трех суток внутри оболочки яйца. За несколько часов до вылупления личинки пчелы-кормилицы помещают рядом с нею первые порции молочка. При соприкосновении с этим кормом оболочка яйца лопается, личинка выходит из него и начинает питаться. К концу третьих суток вес ее увеличивается более чем в 240 раз. С этого времени пчелы-кормилицы дают личинкам рабочих пчел и трутней смесь перги с медом. В процессе роста личинка несколько раз линяет, сбрасывает старую кожицу. К концу шестого дня жизни пчелиных личинок им последний раз дают корм и запечатывают ячейки крышечками из воска с примесью цветочной пыльцы. В запечатанные ячейки личинка двое суток придет к окку. Превращается в предкуколку. А затем в куколку. на 21-й день считаясь момента откладки яйца на свет появляется рабочая пчела. пчела. А на развитие трутня уходит 24 дня. если пчелы воспитывают личинку в особом маточнике и обильно кормят молочком на 16-17-й день из нее развивается полноценная самка пчелиная матка. У нее недоразвитый хоботок и зобик отсутствуют органы восковыделения и приспособления для сбора пыльцы. Ее забота и обязанность откладка яиц. Отложенные маткой яйца и молодые личинки находящиеся в открытых ячейках называют открытым расплодом. А личинки предкуколки и куколки в запечатанных ячейках принято называть печатным расплодом. В нормальной семье существует известная последовательность в выполнении пчелами и отдельных функций. В течение первых трех-четырех дней молодые пчелы сравнительно мало активны. Потом они начинают кормить взрослых личинок. А когда разовьются железы выделяющие молочко то и молодых личинок. К этому времени у них развиваются и восковые железы. Они начинают принимать участие в строительстве. Таким образом молодая пчела побывала и чистильщицей ячеек, и кормилицей, и строительницей, и вентиляторщицей. Теперь перед тем как вылететь за взятком она выполняет еще функцию приемщицы нектара. Наконец чаще всего с двухнедельного возраста молодая пчела становится летной пчелой сборщицей. Как правило семья достигает максимальной численности к началу главного медосбора. Вот зацвела липа и пчелы-разведчицы сразу обнаружили это. Набрав нектара они спешат в улей чтобы сообщить своим сестрам о хорошем взятке. Определенный запах перенесенного нектара мобилизует пчел на поиски именно этого корма. Особый танец разведчицы указывает расстояние до него и нужные направления. Если расстояние не больше ста метров пчела-разведчица совершает круговой танец. изборщица немедленно устремляется за взятком. Если же источник корма значительно удален то разведчица сначала движется по полукругу потом пробегает две-три ячейки по прямой к исходному пункту и повернувшись делает новый полукруг. Этот танец получил название виляющего. Чем больше корма с определенным запахом поступает в улей тем энергичнее мобилизуется на сбор его пчелы. Здоровая и сильная семья за время главного взятка может собрать до 150 килограммов меда. На протяжении активного периода пчелы собирают пыльцу складывают ее в ячейки трампуют и консервируют запасы белкового корма перги. До 20 килограммов перги потребляет семья за год. Перед главным медосбором пчелы часто бывают не полностью загружены работами по воспитанию расплода особенно когда матка недостаточно плодовита. Если вдобавок еще нет хорошего взятка в семье возникает инстинкт раения. Верным признаком этого служат отстраиваемые пчелами мисочки. Старая матка откладывает сюда яйца а пчелы кормят личинок молочком и по мере развития личинок достраивают мисочки превращают их в роевые маточники. Семья готова к раению. Дня за три до выхода молодых маток около половины рабочих пчел вместе со старой плотной маткой покидают улей. Это временная остановка роя. Если его вовремя не собрать он поднимется и улетит ведь пчелы разведчицы уже отыскали для него новое гнездо. Раение естественный способ размножения пчелиных семей. В современных условиях оно крайне нежелательно. Но о том как предупредить естественное роение и размножать пчелиные семьи искусственным путем мы расскажем в третьем разделе нашего кинокурса который называется современные способы содержания пчел. пчелиных 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...